всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня у нас такое небольшое влоговое видео будет с обзором креатина плюс ответы на вопросы вот я уже даже с утречка себе еще проснуться не успела он уже протеинами закидывается на накат на колотил себе тут с креатином и протеином коктейль кинучу сюда сахара заметили чтобы послаще было надо чтобы сладкая жизнь была на расколоть им еще немножко и попозже чуть-чуть я уже поел топтал и как всегда лаваш с большим содержанием белка внутри там с яйцом с мясом салом короче такое но все этот самый солянка такая прям углеводов там было у меня немного насколько я могу судить конечно же из это самое описание или состава лаваша лаваша а вот там пишут что 49 грамм углеводов на 100 грамм продукт в общем и я я я купил метровый лаваш разделил на две части вернее как я его скрутил а потом разделил на две части у нас получается две порции по 49 грамм углеводов плюс там внутри еще немного углеводов было из той же морковки ну там немного совсем граммов где-то 20 еще это приблизительно 70 грамм у 70 грамм углеводов с утреца я уже закинул все остальное у нас белок это яйца мясо куриная грудка копченая и щековина свиная сочная такой она с мясом как подчеребина в общем вкусного итак начнем мы наверно с обзора нашего креатина сразу сделаю такую римарочку отступление и покажу чем же отличается оригинальный продукт от не оригинального вот у нас баночка сейчас я вставочку сделаю и внимательно посмотрите на ее внешний вид как она выглядит вот смотрим внимательно и блестящая красивая с надписями и зарубежными заморскими креатин заморский да вот и собственно вот чего я хотел показать а вот у нас здесь есть такая штучка как видите он здесь я на видео там вставки не показал могу здесь сейчас покажу здесь у нас есть стрелочка вот мы вот за эту штуку тянем и у нас у а там а там инструкции вот и все такое в общем это у нас говорит о том что это оригинальный продукт вот и я вот к чему клоню я не рекомендую покупать спортивное питание на развес потому что знаю такие этот самый менталитет некоторых людей понимаете ли а вот можно предположить что там и креатива там вовсе станет понимаете да а вот это такие особые люди которые живут в одессе и не только в одессе вот которые могут вас обмануть и я никогда не покупал спортивное питание на развес там цены конечно очень дешево но это то вас и должно насторожить потому что дешево не всегда качественно лучше взять нормальный сертифицированный продукт в хорошей упаковке вот и даже если ты не сможешь проверить то есть лаборатории конечно же не все же на кухне держат свою собственный лабораторию правильно поэтому но по крайней мере здесь есть степени защиты здесь нам вот это вот говорит что это оригинальный продукт он имеет какой-то сертификат в украину то мне ли в россию он заходит официально да туда что но есть нелегально конечно но главное чтобы продукт был оригинальный а там как он зашёл в принципе нам особо неважно но мы можем быть уверен что здесь креатин вот и когда вот некоторые берут там на развес а потом говорят мне так креатив типах говно добавка не работает я говорю ну так блин слышишь надо нормально и брать они всякую фигню как у меня некоторые люди удивляют это просто и поразительно берут витамины витамины если вы понимаете о чем вот один знаю брал прямо в инжекте не не в упаковках просто ему прислали в инжекте это просто обалдеть можно я я офигел в обычном шприц этом то ли 20 кубовый или какой что-то такое короче и я был в шоке и он еще ставил на потом говорит мне а не работает конечно не работаете потому что там наверно того и не было что надо вот и в общем дешевая рыбка не всегда вкусная юшка так что будьте аккуратны и чё у нас этот крик этот самый креатин по консистенции он вообще классный блин как он хорошо растворяется в воде прям вообще он очень мелкий такой знаете ли прям как я бы сказал даже на муку похож вот именно по консистенцию такой мелкий ну ну как по консистенции он не совсем на муку похож потому что видно что он такой знаете ли воздушный такой воздушно-воздушный вот но он очень мелкий не так как в нек у некоторых производителей здесь у нас микромазит это говорит о том что очень типа мелкая фракция и так далее то есть его почти не ощущаешь вкуса никакого нет он нейтральный вот мелкий не хрустит на зубах ничего растворяется мгновенно то есть есть еще минутку подождать то он вообще практически полностью растворяется и вода практически такая знаете не то что прозрачно но она видишь патовато что мне что-то насыпали но тем не менее растворяется практически полностью кристаллов не остается то есть это блин это круто реально биотеховский креатин уже давно его юзаю и мне очень нравится и реально чувствуется разница когда занимаешься с креатином и без него с вкусняшками без кушать ними не имеет значения я реально чувствую как он работает потому что ну знаете он такое дает какую-то вот на леитость что ли и реально на тренировках повышается выносливость сила конечно не особо там растет но выносливость по крайней мере ты чувствуешь как бы такой вот хорошо становится начата у меня сопли бегут извините меня слезно прошу прощения у меня дело тоже кривая перегородка вот и постоянно в общем вот такие вот дела так что биотеховский креатин это самая нормальная тема вот и блин я не знаю брать ли вам с вкусовыми добавками какие-то критина в принципе не имеет смысла потому что сам креативом по себе он вообще никакой все он не горький но он не имеет вкуса реально есть такое что-то специфическое знаете даже трудно объяснить то есть он ни на что не похоже но при этом ну как я уже сказал нейтральный вообще вкус никакой я я его как пью я не заморачиваюсь по поводу там со сладкой водой там еще с чем-то я просто взял закинул ложку чайную в рот запил водой и все тем более что этот растворяется аж бегом и кристаллов вообще не чувствуется никаких то есть ничего не хрустит на зубах никаких таких при неприятных ощущений нету все сразу растворяется вот в общем принимать вот эту вот добавку одно удовольствие также я еще мешаю вот его в коктейле допустим с протеином можете с гейнером мешать еще с чем-то там неважно то есть размешали выпили и все вот там говорят допустим что креатин типов водной среде он быстро распадается на и желудке там тоже ну а вот как делать допустим жидкий креатив вот мне кажется что нас немножко скажем вводят заблуждение или обманывают производители вот потому что я знаю есть марки которые производят жидкий креатин он ничем не отличается от этого то есть тот же самый креатин которые взяли водой разбавили его развели да вот и потом нам разбавленный креатин продают вот а потом на форумах значит пишут всякие умные люди что мог креатин туда-сюда до разбавлять нельзя да он распадается и ля-ля тополя вот а мы видим у производителей что есть жидкий креатин я не думаю что они там по какой-то специальной технологии его делают это знаете у нас как есть добавка амилопектин так вот амилопектин звучит круто это медленный углевод долго всасывается и все такое но а вы знаете откуда добывают этот амилопектин вернее что это такое амилопектин это основная составляющая составляющие картофельного храм крахмала картофельного кукурузного и рисового крахмал это обычный крахмал вам в упаковке продают амилопектин если вы думаете что это не так ребят это как раз таки так потому что амилопектин его содержание в крахмале до 80 процентов вы представляете себе до 80 процентов то есть тупо крахмалом продают и говорят и тут же рассказывают что картошка вредно крахмал сахар все такое ты что ожирение ля-ля тополя и так далее также еще хочу пояснить по поводу ожирения тут перепутывают местами вернее перепутали все блин реально на самом деле из-за чего возникает ожирение из-за переедания большого количества калорий поэтому неважно что ты будешь есть важно то сколько ты будешь это есть поэтому если ты жрешь блин там я не знаю у тебя один прием 4000 калорий как это обычно у толстячков бывает а потом они говорят но я же мало всего лишь там одно ведро в день вот а в сутки там у него получается и 12 тысяч калорий и 15 тысяч калорий и ночью еще в несознанке стою жрут и при этом потом утром они не помню что они там что-то ели у них это как бы у них вообще бутерброды у жеребчиков это даже не считается калориями то есть это так что это диетическая пища ну это ж перекус чё там калорий много что ли бутербродики такие блин делать потом пополам перерезал колбасу положил майонезом залил все это у них нормально так вот сначала у нас из-за передания ожирение появляется а потом в результате ожирение у нас появляется повышенный инсулин вот и собственно все проблемы поэтому чтобы у нас не было проблем с инсулином чтобы у них у нас не было проблем с ожирением нужно просто есть меньше нужно есть по своим потребностям организму в принципе для жизнедеятельности много не надо даже если набирать массу как я сейчас набираю по чуть-чуть то в принципе я вроде как не то чтобы я много я так нормально ем обычно питаюсь скажем не так как это было раньше хотя я не спорю что вернее не то что не спорю я знаю что если хочешь получить быстрый результат нужно очень много жрать сейчас я этого делать не хочу потому что мне лень это блин это очень неудобно и постоянно нужно запихивать себя еду чтобы набирать массу вот сейчас я так потихоньку двигаюсь не в принципе спешить не по чуть-чуть нормально вот так что вот такие собственно дела и кретин биотеха обязательно приобретаем и с ним приобретаем биотеха можете взять любой другой какой в какой есть доступ вот до креатина главное чтобы это был качественный продукт обязательно чтобы был на него сертификат хотя я уверен конечно магазине хрен кто его будет спрашивать этот сертификат но во всяком случае проверяйте по внешним признакам вот почитайте на форумах как где что какой продукт как можно проверить если есть допустим там нельзя qr-код по которому можно посканировать обязательно сканируйте потому что там тоже может быть какая-то информация взять нам может быть на сайты производителя заходите изучайте информацию смотрите фотографии в интернете сопоставляйте то что вы видите на картинке с тем что вы видите в реале чтобы не было никаких осечек чтобы все было замечательно потому что как правило упаковки копируют как бы похоже но плохо все равно отличить можно вот это мы все я думаю с креатином пока закончили теперь перейдем к нашим вопросам так на наш зайти в телефон уже мне кто-то пишет с утра пораньше новый кэшбэк туда это хорошо окей надо нам зайти в галерею на альбома у меня тут просто в папочке лишь скрины лежат тупые вопросы у меня так папкой подписан тупые вопросы на что я могу сделать вот реально вот что есть ты пишу хочу не так и первое нам пишет татьяна здравствуйте могу могу ли я набрать мышечную нацию а без спортивного питания что нужно есть чтобы росли мышцы объеме во первых нужно тренировать нужен объемный такой тренер мага повторный и во вторых как я уже сказал нужно есть с профицитом потому что иначе результата не добиться обязательно побольше кушу побольше калорий и можно набирать и без спортивного питания я вот не пойму почему все так вот эти вот натуралы они против спортивного питания детское питание это те же самые пищевые концентрации вот это питание для взрослых протеины хотя их тоже можно детям давать до определенного возраста потому что разные детки не по-разному реагируют может быть на что аллергия плюс как бы животный белок он не у всех хорошо перерабатывается это та же самая проблема допустим из той же оперы лактоза у вас лактозы у многих людей тоже проблем поэтому и с белком тоже как бы тут поаккуратнее ну блин это всего лишь пищу всего лишь пищевые концентраты они не опасные не вредны их делают из обычной жрачки говяжий протеин добывают из говядины из мяса то есть не из цельных кусков прямо там ну понятное дело что из обрезков то есть как бы такое отходное вторичное производство да вот берут это все перерабатывают и таким образом получают говяжий протеин то же самое взять примеру желатин все любят есть сладкое все любят есть желе но никто же не корчит ровному фу-фу противно там желатин желатин добывают вообще из костей то есть это корову замочили на ферме ободрали кости вот эти вот потом если увидели когда-нибудь грузовик который по улице мчится с такой вонючей хренью когда стоит на весь город просто ужас вот эти вот все кости они едут на завод где потом успешно перерабатываются то есть ну их тупо варят вот гидрализация идет или как там у них называется процесс короче этот не помню вот и таким образом добывают из этих костей из этих сухожилий всех из обрезков всего остального желатин проще говоря коллаген потому что желатин это есть тот же самый коллаген а вообще их там три типа то есть в костях один тип в мышцах и другой тип и в сухожилиях еще один тип 3 я и я не помню уже так что в общем ничего спортивном питании страшного нет следующая нам пишет элина если я только хочу начать заниматься мне нужно употреблять протеин для лучшего результата быстрее ли будет чего добиваться рельеф протеин вам в этом вообще в принципе не то что никак не поможет нет на безуглеводной диете конечно же поможет потому что это белок углеводы они держат воду соответственно подливают и жирок на углеводах больше идет поэтому в чисто для белкового питания протеин самое то ну белок белковое питание вам в этот да в этом поможет и протеин для чего вообще сделали протеин для удобства то есть это та же самая еда то есть по сути если посчитать допустим тот же говяжий протеин его стоимость он в принципе где-то в ту же цену вместе с мясом он и выходит плюс минус так что на диете это удобно приятно употреблять потому что вкусно же правильно чем одним мясом давиться тем более это может только показаться так и простому обывателю что в дачу вы спортсмены там жалуйтесь я будут мясо целыми днями жрал ты знаешь я тоже так думал я бы вот целыми днями жрал а потом когда его начинаешь целыми днями жрать она очень сильно надоедает и пищевые добавки концентраты это блин спасение еще протеиновые батончики тоже вот такая вот тема ночью встаешь блин жор просто невероятный вместо того чтобы сожрать какую-то шоколадку там да где море углеводов калорий 550 на 100 грамм это горит протеиновый батончик это просто вещь это просто был 21 грамм белка 20 грамм углеводов это вообще немного особенно когда на без углеводки сидишь в принципе ни о чем то есть батончиком закинулся и с пользой для фигуры или для мозгов в общем нормально так следующий у нас кто там следующий следующий заведующий так валера нам пишет такой вопрос сижу на курсе но вчера было день а день рождения и я выпил шампанского много ли я солью от шампанского восстановиться после питья так сказать но ничего страшно даже запой не уходишь правильно если ты там ушел в месячный запой то там блин там блин тебе ничего не поможет вот а раз выпил это ничего страшного я тоже иногда бывает просто так компания ты же как бы не отвертеть надо понимаете ли вот иначе никак поэтому ничего это вообще ни на что не повлияет и не на курс не баба вообще никак нет я все если только ты не уходишь в запор самое главное не бухать я имею ввиду там неделя-две месяца так далее то есть один день это это так потом следующий нам пишет илья скажите пожалуйста делаю пкт сказали надо проверон можно ли заменить его мастероном тупейший вопрос просто иди блин какой тебе это посоветовал потому что во первых проверон это один из самых сильных андрогенов то есть это а аэс стероид вот мастерон это тоже стероид и на пк т эти вещи вообще нет ни пк т после курсовой терапии вам ни о чем не говорит прекращаем аэс принимать вообще поэтому принимаем только тестостероновые бустеры цинк он тоже как бы бустер около того в общем и вообще пищевые добавочки то есть не принимаем гормональных препаратов вообще никаких так следующий нам пишет константин мне 45 вредно ли заниматься тяжестями без кардио не вредно вообще не вредно можно кардио не делать я не делаю кардио хотя как сказать я наверно все же тоже делаю кардио потому что я очень много гуляю хожу вот могу часами я вот как из дома могу выйти у себя и аж в центр города этой где-то километров 10 наматываю то есть так что да я делаю кардио раньше семья стоит делаете ли вы кардио нет не делаю а блин у меня прогулки как бы вообще не кардио считается а почему потому что это что же кардио правильно тем более такие длительные прогулки я очень много могу уходить и не вообще целый день для меня это не проблема а некоторым людям тут буквально одну остановку пройти они уже все же пишу много блин увидят меня где-то в городе ничего себе ты ходишь один это обычно это же на такую вышел ты пошел тем более прогулка гуляешь у тебя все это движение ну как относительно свежий воздух конечно если можно считать выхлопные газы свежим воздухом но по крайней мере солнышко красота все улица движение шум на все так этот самый весь я чаще всего люблю гулять без наушников люблю когда вот именно слышать всю вот эту вот атмосферу вокруг потому что музыка это одно она знаете а вот когда вот идешь реально вот сидишь что-то вернее не сидишь а идешь мастительный процесс у тебя какой-то и слушаешь вот это вот все вокруг блин классный так чё там у нас чё там у нас элик еще тут что-то написал так занимаюсь зале после на следующий день чувствую что сил много чего что готов еще идти в зал то есть восстанавливать быстро но ведь каждый день же нельзя ходить в зал даже если на парни ведь так вот я вот не пойму на хрена они вот и вот это вот пишет такое ощущение как будто не понтуется а я там блин 20 раз подтянулся а можно ли так подтягивается немного ли это и так далее блин вообще какой-то но если у тебя есть силы блин ну тренируйся чё ты меня спрашиваешь но если нормально восстанавливаешься и ничего с тобой не происходит то есть вперед вперед никто не запрещает то есть нормально себя чувствуешь замечательно всю тренируйся вот если будешь плохо себя чувствовать ну отдохнув в чем проблема не вижу никаких препятствий вообще в этом отдыхать это вообще такое дело можно когда угодно собственно вот такой вот у нас сегодня видео было аж на 23 минуты растянулась аж на 23 метод еще что-то какие-то сообщения пришли ладно потом почти общего такой вот на сегодня видео было с обзором креатина не знаю обзор не обзор получился или как там в общем пишите в комментариях свои там соображения по этому поводу мне личный креатин понравился и еще чем можете посоветуете вот какой другой креатин взять вот здесь еще закончится и хотя этот закончится не скоро потому что по 5 гры по 5 грамм два раза в день это по чайной ложке тут пол килограмма мне его блин на полгода хватит там чуть меньше но все равно блин короче очень надолго вообще это на мой взгляд это одна из самых экономных пищевых добавок со всего спортивного питания это вообще ужираться можно этим креатином ну и сейчас конечно же обязательно выпью вот эту вот штуку приятненькую запью все это дело чаем и буду за компьютером дальше работать в общем вот такой у нас сегодня видео было если не подписаны на канал обязательно подписываемся нажимаем на колокольчик чтобы не пропустить новое видео ставим лайки комментируем видео делимся в соц сетях пожалуйста делимся всем спасибо до скорых встреч друзья